Подразделением лицензионно-разрешительной работы 50 лет. 12 февраля 1969 года в правоохранительной системе появился 4-й отдел, который выполнял функции по существлению разрешительной работы. В новейшей истории лицензионщики вошли в состав войск Национальной гвардии. Основные задачи подразделения это контроль за оборотом оружия. Гражданского оружия, служебного оружия, боевого оружия. Оно находится во владении у граждан, во владении у юридических лиц, у частных охранных организаций, образовательных организаций, у юридических лиц с особыми уставными задачами и подразделений ведомственной охраны, министерств и ведомств. Самым загруженным временем для сотрудников подразделения являются весна и осень, сезоны охоты. Но даже в это время столпотворения в коридорах нет. Главным образом, благодаря передовым технологиям. Процедура получения или продления лицензии стала проще благодаря порталу госуслуги. Лицензия стоит 2000 рублей. Через портал госуслуг он получит скидку в 600 рублей. Эта лицензия ему обойдется в 1400. При продлении, если не пользоваться порталом государственных услуг, гражданину придется заплатить 500 рублей. А через портал 350 рублей он это заплатит. То есть, в этом плюс для граждан и плюс экономии, конечно, времени. Не надо стоять в очередях, создавать определенные трудности себе и тем сотрудникам, которые этим занимаются. Подать вечером заявку будет рассмотрено, установлено порядком в течение 28 дней. Также на портале появится отметка, что данная услуга оказана. Только прийти и забрать это разрешение. Стать владельцем оружия несложно. Но только если человек подходит на эту роль. Опасные объекты не должны оказаться в неподходящих руках. Есть ряд противопоказаний, с которыми, как ни старайся, разрешение не получишь. За этот отбор также ответственные лицензионщики. Обязательно медицинские справки должны быть установлены, образца, что он годен по состоянию здоровья владеть данным оружием, отдавать отчет, какие действия он с ними будет производить. Условия сохранности оружия, конечно. То есть, если нет сейфа и условий для его сохранности этого оружия, то, конечно, до него будет отказано. Ну и совершение правонарушений повторно в течение года, либо преступлений. Получение лицензии на оружие только начало. Дальше владелец должен постоянно быть в курсе изменений в российском оружейном законодательстве, чтобы соответствовать и не оказаться на темной стороне закона. За два административных наказания в течение года, вне зависимости от сферы нарушения, разрешение на хранение и ношение будет аннулировано. Оружие изъято и вернуть лицензию можно будет не раньше, чем через пять лет. Главный инструмент в профилактике преступлений с применением оружия – проверки по месту жительства. Сотрудники ЛРР регулярно обходят зарегистрированных владельцев, проверяя, должным ли образом хранятся стволы и патроны. За 2018 организовано почти 18 тысяч таких посещений, в ходе которых выявлены 930 нарушений. Гражданин должен хранить оружие в запирающих на замок, металлических сейфах, ящиках, битых железом деревянных, допускается по месту жительства. То есть никаких шкафах там, в диванах – это запрещено. И определенные требования, которые абсолютно до каждого владельца оружия доведены. И они при получении лицензионных документов, разрешения либо лицензии, ознакомливают. То есть сотрудники подразделения лицензионных шедеровод доводят эти требования под роспись до каждого владельца оружия. При нарушении условий хранения последствия могут быть еще более серьезными. Если оружие у гражданина украли, который хранил вне сейфа, из-за него совершено преступление тяжкое, не дай бог, то гражданин, у которого, то не то, что кто совершил преступление с этим оружием, но и у кого оно было украдено, понесет уголовную ответственность. Все изъятое или добровольно сданное владельцами оружия сперва поступает в экспертно-криминалистический центр ОМВД, где его тщательно проверяют. За прошлый год к нам для проведения исследований поступило не одна сотня единиц оружия, в том числе гладкоствольного, длинноствольного нарезного, но оно же охотничьего оружия, в том числе и огнестрельное оружие ограниченного поражения, но это как в простонародине называют травматы, газовые и все остальное. Вот, наши дальнейшие действия. Мы при поступлении их для производства исследований, мы отвечаем на вопрос непосредственно чем является, то есть устанавливаем марку и модель оружия, либо там пистолета, отвечаем на вопрос о пригодности его для производства выстрела, а также каким способом оно изготовлено, то есть не вносились ли какие-либо изменения бывшим владельцам в конструкцию представленного исследования ружья. Всего в 2018 году в регионе зарегистрировано 34 преступления с применением огнестрельного оружия. Происшествия с легальным оружием в последнее время редкость. Это является главным показателем работы лицензионно-разрешительного центра. Незаконного оружия становится меньше, а законное не причиняет вреда. Наталья Гутарина, Денис Денисов, РТВ Иваново.